Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем. И сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Какой вас лучше? Какой вас выбрать? Очень часто мне пишут в комментариях, спрашивают совета, чтобы я посоветовал, какой купить вас, какой выбрать, какой лучше. И сегодня я вам расскажу. И по итогу видео вы узнаете, какой из автомобилей вас за все года, все-таки, я считаю, и я сейчас приведу весомые аргументы, почему этот автомобиль лучше. Грубо говоря, история выпуска автомобилей вас уже занимает полвека. И за это время было очень много моделей, модификаций. И какой же все-таки лучше? И какой все-таки лучше выбрать и купить? И мы пойдем методом исключения. То есть я буду откидывать вазы. И по такой степени, как я их буду откидывать, вот так сказать, это будут низшие позиции. И в первую очередь у нас отлетают, это все ваз классики, все заднеприводные, то есть от копейки до семерки. Почему? Я все буду аргументировать. Во-первых, потому что они заднеприводные. Я считаю, в данном случае это минусом. У нас на канале уже есть много видео, еще будет о том, почему задний привод лучше или передний. Лучше передний привод. Грубо говоря, почему я их отсею в первую очередь? Потому что по приводам. Выбор вазов идет между по приводам. Есть переднеприводные, заднеприводные, есть инжекторные, есть карбюраторные, есть восьмиклапанные, есть шестнадцатиклапанные. И по этим критериям вазы классики улетают. Ну, в первую очередь я их отсею в даже не по приводу, а потому что у них древняя конструкция всего. Двигатель древний, то есть там и древняя масляная система ненадежная, и даже там конструкция галок и блока, там древние рокера, древняя цепь, то есть, соответственно, ну понятно, там карбюратор можно поставить более современный, но сам по себе двигатель древний. Что касается инжекторных двигателей, то есть та же самая ситуация. За полвека производство их ничего не поменялось, двигатель как был, в нем конструктивно ничего не изменилось, он как был древний и, грубо говоря, по факту ненадежный. Также вся остальная конструкция, что подвески, что трансмиссии, все древние и ненадежные, поэтому они сразу отлетают. Почему задний привод, и почему я отдаю предпочтение переднему приводу, ну не то, что я отдаю предпочтение, почему передний лучше, об этом еще будет у нас детальное видео, но скажу так, во-первых, у переднего привода меньше потерь на трансмиссии, то есть больше мощности сохраняется, до колес доходит, и по проходимости они в любом случае лучше. Поехали дальше. Ваз классики улетели. Остаются у нас переднеприводные вазы. Теперь пошли дальше по такому критерию, как инжектор или карбюратор. На канале очень много видео было, что лучше, карбюратор или инжектор. Давайте, по какому основному критерию я буду их отсеивать. Я считаю, что карбюратор лучше. Почему? Потому что именно в наших реалиях большинство населения, которое ездит на вазах, живут, ну, как и большинство вообще людей, живут в сельской местности, в поселках, да даже и те, кто живут в городах, все равно нет нормальных мастеров карбюраторных. А те, кто живут далеко от городов, где есть нормальные инжекторные мастера, карбюратор вас всегда довезет, будет чихкать, пыхкать, но он довезет. Карбюратор очень простой сам по себе, ничего там нет сложно, а чем конструкция проще, тем и надежнее. Это так же самое, почему переднеприводные вазы лучше, чем заднеприводные, потому что у них конструкция даже той подвески проще и надежнее, еще конструкция двигателя, того же масляного насоса, той же головки блока, той же ходовой там однорычажный, все намного проще, даже если сравнивать, опять же, ваз с классикой переднеприводные вазы. У вас в классике два рычага на сторону, у переднеприводных один, две шаровые, у переднеприводных одна, по одному рулевому наконечнику у переднеприводных у вас в классике на одну сторону их три, то есть, а чем конструкция сложнее, тем она менее надежна. Поэтому, так же самое с карбюратором, карбюратор проще, поэтому, особенно, я журю, кто живет в поселковой, в сельской местности, да и в городах нет нормальных мастеров. Поэтому, лучше выбирать карбюратор. Дальше. Соответственно, инжекторные все отлетают. Мы будем методом исключения. Дальше. Все новые вазы, я еще отсеиваю по такому критерию, кузов, всех новых вазов, будем так примерно говорить, где-то после 2005 года кузова пошли уже очень слабые, то есть, иногда можно там какую-то жигу взять 90-го года, она будет по состоянию кузова лучше, чем та, что 2010-го года. То есть, понятно, состояние машины от ее эксплуатации и условий зависит, но я в общем говорю, что очень сильно быстро сгнивают современные вазы, качество металла не то, обработка уже не та, поэтому я их отсеиваю тоже. Дальше поехали. Ставим на весы 8-клапанник или 16-клапанник. Также на канале есть очень куча много видео о сравнении 8-клапанник или 16-клапанник. Отдавайте предпочтение 8-клапаннику конструкция более простая, более надежная и более дешевая в обслуживании, и поэтому ее проще использовать. Кому интересно на канале очень много есть видео, на главной странице моего канала жмите на все видео и там найдете ответы на все свои вопросы об этом всем детально. И что у нас остается в остатке? Передний привод, 8-клапанник, карбюратор. Что из этого у нас есть? Это у нас 8-ки, 9-ки, 99-ки, 10-ки и 12-ки. Десятку и 12-ку я отсею по тому критерию, что у них лишний вес, они тяжелее, то есть машина тяжелее относительно 8-ок и 9-ок, и соответственно получается нагрузка больше на все, то есть на ходовую, на двигатель, на трансмиссию, то есть при том, что изначально это все не было рассчитано на такую массу. Что у нас остается в финале? 8-ка, 9-ка, 99-ка. Что из этих машин это топ-3 в финал выходит? Третье место я отдаю 99-ки. По какой причине? Почему она хуже, чем 8-ка и 9-ка? Потому что изначально машина разрабатывалась как хеджбек, она не разрабатывалась как седан. И вот эту задницу, которую ей прилепили для того, чтобы сделать грубо говоря ее седаном, она влияет на устойчивость. У меня была и 8-ка, и 9-ка, и 99-ка, и ни одна. Мне есть чем сравнивать. На больших скоростях повороте у вас ее будет всегда тянуть, потому что машина не рассчитана, там ось не смещали, просто прилепили. То есть в принципе это та же самая 9-ка, но с таким минусом. Но опять же она немного тяжелее, плюс разрисовка ее уходит назад, уже не та загрузка передней оси это влияет и на проходимость, и на управляемость. Есть небольшие минусы, поэтому третье место. Финал, первое, второе место. Хоть я езжу на восьмерке и любитель восьмерки, но у меня, конечно, и девятка есть. Я все-таки второе место отдаю восьмерке, а первое место отдаю девятке. Почему так? Потому что восьмерка как ни крутите, это двухдверная машина, это не всегда практично, особенно если у вас там надо кого-то возить, встание в сяду, то есть, грубо говоря, по факту восьмерка и девятка это две одинаковых машины, просто с разным количеством двери, и пообщему еще ошибка многих, некоторые думают, что у восьмерки жесткость кузова больше, но на самом деле у девятки жесткость кузова немного лучше. Поэтому в финал выходит девятка, и я считаю, что девятка на восьмиклапаннике, на карбюраторе это самый удачный ВАЗ, и я всем советую его покупать, как машину, которая что вы в итоге получаете? Очень простую, надежную ходовую, очень простой и надежный двигатель, грубо говоря, неубиваемый, потому что там нечему ему убиваться, там можно ездить, ездить и без масла, и на отработке, и так само коробка неубиваемый кузов, тоже, допустим, в отличие от двенадцатых и десяток у девятки крепче кузов, и опять же, ну, карбюраторную вы не найдете свежую девятку, но брать в районе, грубо говоря, 2000-2005 год, ну, можно и постарше, там, 90-х, но именно там уже, смотрите, не на год, как всегда, на любую бушную машину в таком, это, надо смотреть на состояние кузова, просто найдите с хорошим живым кузовом, двигатель ходовую, это всегда можно собрать, перебрать, кузов это восстанавливать проблематично, дорого, и оно все равно уже не будет так ходить, как с завода, вот найдите живой кузов, сделайте хорошую двигатель ходовую, будете ездить себе, и проблем не знать. кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, всем спасибо за внимание, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok